В предыдущих сериях Geh ruhig jagen Wirklich? Heinrich wirst du als deinen Knappen mitnehmen Den? Aber wo warst du so lange? Du weißt schon, Bären sammeln, Wein trinken, ein Nickerchen machen Du Verrückter, sie hätten mich fast am Spieß geröstet Wie kann ich dir das bloß danken, Heinrich? Ohne dich für Hans jetzt nicht mehr am Leben Vergib mir die Störung, Herr Aber ich bringe dringende Kunde Ey, псажир! Если ты учишься, зачем? И так уж вышло, что все дедлайны пробуханы И прокатаны в радугу со своими корешами А диплом или курсовую делать надо То на помощь к тебе придет Work5 13 лет Довольно неплохой показатель для компании Которая ежедневно помогает написать работягам Эссе или лабу по химии Переходи по ссылке в описании И заказывай работу абсолютно любой сложности И на любую тему Да хоть на тему шутки про пиписьки Как культурная единица А специально для моих замечательных зрителей Действует скидка 20% По промокоду BBEY20 Либо можешь вообще не париться И приобрести уже написанную студенческую работу В их базе данных уже более 77 тысяч готовых работ Ссылка в описании к видео Эх, ну все Деньги на покушать есть Можно и начинать Привет, мои адекватные и абсолютно разумные Дети космоса С вами я, ваш милаш Миколаш Фурнальяролаш И сегодня наш милый Психически нестабильный Индро Перемерит на себя роль детектива И попробует расследовать свое первое серьезное дело Получится ли у него спасти невинных И наказать виновных Смотрите далее и не переключайтесь Ну а если серьезно Наше замечательное повествование Закончилось на трагичной ноте Выходим во двор Переодеваемся в привычную форму Колхозного виабушника Седлаем свою лошадь Сивку И выезжаем с Бернардом в сторону Нойхова На конюшне все печально Всюду кровь, кишки, мертвые поняшки И просто сэдбойская атмосферка Неподалеку замечаем жену пана Смила Которая рассказывает нам Что какие-то уроды устроили лошадкам Самый настоящий Брэд Том А когда конюх решил разобраться Зацепили его и еще пару людей А после подожгли здание И смылись в неизвестном направлении Картина довольно ужасная Учитывая, что разбойники ничего не украли И судя по всему делали это тупо ради рофла Лошадь сдохла Сотник дает задание своим людям Найти какие-нибудь зацепки и следы А также расспросить местных Просим у Бернарда разрешения Тоже поучаствовать в расследовании На что она нас кладут большой и говорят Вот честно, делай что хочешь Главное не мешай никому и далеко не уходи И лишний раз не пи... Первонаперво поговорим с вдовой Из разговора для себя подчерпываем лишь одну вещь Нам нужно поговорить с Якубом Что дрался с нападавшими И с Рыжим Кто спал в эту ночь на конюшне А вообще это нормально спать на конюшне? Кто-нибудь знает? Там грязно и воняет говной Хотя возможно Рыжок является фанатом Невзорова И тогда резня ночью еще не самое худшее Что могло случиться с лошадьми Неподалеку находим Якуба От него мы узнаем, что разбойники сбежали ни с чем Потому что что-то пошло не так А также выясняем, что нападавшим на Кубика Был парень в черных доспехах Как раз тот, что угнал у нас меч кобылы Выходим с конюшни И как самый заправский детектив Идем по следам крови Надеясь в конечном счете куда-нибудь прийти А приходим мы как раз к Рыжему Наводку, на которого дала пани Зора Слишком странным оказался Рыжий Ничего не видел Ничего не знает Сексуальный контакт с мужчиной не имел Что-то тут не чисто Двигаемся дальше по следам Которые уходят все дальше и дальше вглубь леса И напиваем себе под нос На подходе к опушке Краем уха улавливаем голоса бандитов Которые, похоже, отстали в развитии И от своей компании Сама собой я не упускаю возможность Чтобы попрактиковаться в шинковании Средневековых челиков И тут я хотел бы сказать вам Что просто ненавижу свой нынешний меч Под названием пробойник У которого очень острый кончик Но совершенно тупое лезвие Из-за него мои удары мечом Как по одному месту ладошкой Но вот зато уколы вызывают Так же самое, что ни на есть Сценитла комеди Сценитла комеди Возвращаемся к Якубу И интересуемся В курсе ли он, что это И кому это принадлежит Как оказалось, этот крючок Того самого Рыжего Который ничего не знает И который буквально пару минут назад Ни с того ни с сего Почему-то взял ноги в руки Пенис в жопу И свалил с конюшни Какая незадача Когда мы найдем Рыжего Рубик просит нас Не убивать его И сначала выслушать После нашего согласия Он говорит, что конюх Водил дружбу с углежогами И возможно сейчас он у них Ближайшая стоянка углежогов Была вниз от конного завода Кратаи Но Рыжий всегда ходил По лесной дороге ведущей к Ужице Хммм Делимся своими успехами сотником Бернард поручает нам идти дальше По следу Рыжего Понимая, что его люди Успеха с углежопами не заимеют Как вы уже поняли Есть два варианта пути Либо мы идем в лагерь углежогов Вот сюда Либо можем попытать счастье На дорогах к Ужице В данных локациях Я выбираю первый вариант Потому что А почему вы и нет? Заодно на местные красоты полюбуюсь И убью странника Который ходит Один такой красивый Жизнь походу не любит Остановитесь Хуй тебя! Также хочу вам показать Что местные негодяи-разбойники Хоть и полные недоумки Но иногда проявляют Хитрость и смекалку На своем праведном пути Я обнаружил Трупик человека С виду богатенького Но как вы уже успели догадаться Целый вушка Неподалеку в кустах В позе горной Тарисогуски Сидит бронированный Шныр-курьер Который только и ждет Чтобы какой-нибудь Вася залутал тело убиенное Дабы пока труп будут оббирать Он смог ваккурат подойти сзади и напасть Но если вы проявите благоразумие И просто пройдете мимо То дебек так и будет дальше сидеть Меня такой расклад не устраивает И поэтому я вызываю его на бой Который без преувеличения был сложен В данной ролевой игре Ваши бои Особенно если попадется бронированный враг Или боже упаси 2 Могут длиться от 5 минут до получаса А то и больше Потому что стоит понимать Что вы не видимак Который своей убер саблей ваншотит врагов А обычный парень со сраным пробойником Который вынужден ковырять этих дебилов Как говно вилкой Но в данном случае мне повезло И очередной тык в лицо Вынудил негодяя сдаться Конечно я мог его пощадить Но куда приятнее гнать его через поля И лупить по жопе На обратном пути Я случайно наткнулся На средневековую Капитан Марвел Странник, странник, чувачок Лови пяткой в пятачок В итоге я добрался До лагеря кузбассистов Заговариваем с одним Из местных углежогов Рыжего как оказалось Он не знает Но зато в курсе Что конюха ищем не только мы И нам лучше бы поспешить Выдвигаемся в путь дальше По дорогам в сторону Ужицы И натыкаемся на еще одну стоянку углежогов Находим старшего И перетираем с ним за рыжего Ну наконец-то Хоть кто-то про него что-то знает Но и тут все не так просто Парнишка юлит И нам приходится хорошенько Подоплечься Чтобы правильно надавить Ну и пошел ты уж И вообще я за это у вас Из котелка пожру негодяев Вам это потом аукнется В этих лесах Есть и другие лагеря углежогов А иногда тут происходит Замечательный ивент Под названием Средневековый забиф Нахожу еще одну стоянку углежогов И молюсь Яхве Чтобы мне тут дали ответ А иначе Примечаю старшего И бегу скорее за ответами Мужичок знает где рыжий Ёсь Но своего просто так не сдаст Черт Хотя бы просто потому Что полюсу ходят двое разбойников Которые тоже ищут несчастного Поэтому если мы хотим поговорить С одним из иванушек Нам надо убить лиходеев Ой я не такой Углежога дает нам наводку На примерное место обитания паршивцев Старый лагерь между этой стоянкой И стоянкой на востоке Так что поспешим Я уже давненько Никого не убивал По пути к лагерю Я встречаю довольно странного ополченца Который по счастливой случайности Тоже ищет рыжего Какое совпадение Мажемся что никого не знаем И советуем обратиться к углежопам А затем Иди сюда мой сладенький Чувствуешь пальчик А ручки то вот они Теперь осталось найти второго Находим крайне агрессивного Отщепенца Сидящего на картах Перед костром И делаем ему легкий Возвращаемся к углежогам И докладываем старшему Что расправились с негодяями Круг рассказывает нам Что парни спрятали Рона Уизли В запрошенной лачуге Недалеко отсюда Тыгдыкаем на сивке До конспиративной хаты И находим там Старого знакомого конюха Рыжий мягко говоря В шоке Что косипоша смог его найти И до конца еще не понимает Что нам от него нужно И очень зря Потому что из-за этих догонялок Мне охота ему еболик Поделить на нолик Как оказалось Сбежал он потому что Во время ночной бойни Узнал одного из разбойников И страх обуял его Обуял его Обул этого Ведь они могут вернуться И вновь наделать дел На конном заводе А заодно заставить Рыжего скосплеить Майлса Прайда Дабы на людей Не накликать беды Несчастья И других веселых приключений Он сбежал к углежокам До той поры Пока все не уляжется Разбойника Что он узнал Кличут хромым Из ужасы Видимо он Российский футболист Слыл он любителем Выпивки И до азартных дел Был мастер Ну точно Российский футболист Также от конюха Узнаем Что разбойника Проткнул не рыжий А как раз тот самый Хромой Когда обстановка На конюшне Начала накаляться Становится все Интереснее Интереснее Зачем одного из Разбойников Нападать на своего Он что дебил На прощание Конюх просит Замолвить за него Словечко На заводе Перед тамошней вдовой Чтобы вернуться Обратно Говорим что Сделаем все Что в наших силах И возвращаемся К Бернарду Докладываем Сотнику Что нам удалось Разыскать Кунюшонка И даже Вытянуть Из него Довольно Интересную информацию Бернард дает добро На дальнейшее Расследование И теперь наш путь Лежит в ужасе Где живет Писарь У которого мы можем Научиться Важному навыку Чтению Также забегаем К пану Ратцегу Который прибыл сюда И рассказываем Про наше Весьма неплохое Расследование Пан доволен И просит найти Виновных Чтобы позже Решить их судьбу В Мрхоеды 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 После Ратцега Общаюсь с вдовой И уговарю ее Принять Рыжего Обратно Но не забудьте Все это Рассказать Самому Рыжего А то он так и будет Сидеть Догнить В той землянке Теперь пора бы Двигать Стороны Ужицы Но Стоп Мы же Заслужили Хоть немного Отдыха Да А то ездим Туда Сюда Бьем тех И этих А это Знаете ли Утомляет Да и в конце Так концов Я собрал Лютое Количество Лута Которое Пора Кому-нибудь Сбарыжить Выдвигаемся Обратно Врата И тут же Я сбагриваю Весь лут Торговцем И получаю С этого Гешефт В размере Одной Тысячи Золотых А затем Наконец-то Иду спать В свою Постель На следующий День Я в обязательном Порядке Двигаю В сторону Купалин Чтобы меня Умыли Постирали А заодно И подстригли Теперь наш Лиственник Хоть на человека Похож Встал Кстати Забавно Что Дефолтная Прическа Называется Маменькин Сынок Так что Если Вы Хотя Бо Чем-то Похожи На него И при этом Старше 18 лет То Советую Серьезно Задуматься О жизни Покупаю Себе Бронежилет Лучше Для Мужчины Нет Лучше Для Мужчины Нет Выучиваю Пару Клевых Приемчиков У сотника И двигаюсь Дальше В путь Я Себастья Иногда Игра Вводит Меня В самый Натуральный Ступор Скачу Я себе Такой На релаксе По пушкам И тут Внезапно Появляется Значок Боя И врубается Тема Драки За гаражами Я Сразу На лошадке Отбегаю В сторону И пытаюсь Сориентироваться Кто Меня Атакует Откуда Бежит И сколько Их Но Никого Нет Я Никого Не Вижу А Музыка Играет Не Останавливается И от Такой Непонятной Ситуации Я Теряюсь И начинаю Лихорадочно Сматриваться И тут Я Краем Глаза Вижу Какого То Идиота И слышу Свист От стрелы Мимо Уха Я Бегу К нему Так Как Шанс На Попадание В меня Велик Тем Более В хардовом Моде Меня Могут Ваншот Стрелой В голову Игра Это Подразумевает И Специально Для Этого Дает Нам Возможность Покупать Шильба Закрытыми Забралами В любом Случае Я Вынудил Этого Злодея Сдаться И По Взгляду Инджебррррррдых Вы Можете Понять Какой Конец Ожидал Половца Примерно такой же конец ожидал и семью Которая за каким-то членом живет в Хибаре Около леса вдали от цивилизации Это же опасно А вдруг половцы? Или разбойники? Или девственники-сироты с маниакальными наклонностями? Или девственники-сироты с маниакальными наклонностями? Кстати, будьте крайне внимательны во время путешествий В эти темные олдовые времена Погребов было куда меньше, чем любители пригубить прохладненького Поэтому многие пользовались дедовским лайфхаком И просто ныкали алкашку в холодную воду до вечера Так и спится недолго с такими странствиями Добираемся до Ужицы и замечаем небольшое столпотворение Перед одним из домов в деревне Как добропорядочный гражданин Вмешиваемся не в свое дело И пытаемся узнать, что же тут приключилось ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Допрос местных жителей не увенчался особым успехом Никто ничего не знал про Любош Разве что одна дама заприметила, что недавно у него были беседы с батюшкой Хм, а это может пригодиться Теперь надо рассмотреть место преступления После небольшого анализа приходим к выводу, что Хромой умер неестественной смертью Ох! Почему этот Любош кого-то предал За что и словил летальный в печень Спорутое брюхо по всем канонам Наводит меня на мысль, что его убийцы Очень образованные люди В принципе, я узнал для себя достаточно Отправляюсь глубже в поселение Натыкаюсь на бора, который быстро сматывает удочки Я, конечно, как заправский Супергерой гоняюсь за ним и ловким выстрелом Вынуждаю обратить на себя внимание Затем делю его на ноль и возвращаю денегу пострадавшему Вот винограда за это и ни в чем себе не отказывай Так как мы до сих пор немного туповаты Надо бы наведаться уже к писарю и научиться читать Образованный дядя соглашается на обучение И за определенное количество времени обучает нас навыкам читателя Однако многие слова будут еще спутаны Но смею успокоить, что с практикой таких слов будет меньше Учитель дает нам задание прочитать рассказ про золотоносную гусыню Где злой работяга спорол ее анус с целью обогащения Правда, потом этот поехавший заставляет нас читать отрывок на латыни Нульсу эст либре Там малсу ут нон ликва апперте просит После мозговой нагрузки можно наведаться К местному батюшке насчет Хромова Рассказываем ему, кто мы и откуда И спрашиваем, был ли он близко знаком с Любашем Богу-то отвечает односложно И ввиду своей работы не слишком сильно распространяется насчет своих прихожан Из разговора мы понимаем, что священник в курсе некоторых дел Хромова Но тайну исповеди не так-то легко нарушить И как бы мы не пытались выпатать и надавить на служителя храма Батюшка остался непреклонен Но все-таки небольшую надежду нам оставили Святой отец приглашает нас на кувшинчик бормотухи вечерком в местную харчевню Чтобы там уже перетереть все Заманчивое предложение? Пожалуй, соглашусь Вечером заваливаемся в карчему И под кружечку хмельного рассказываем отче о себе Вовремя выбирая правильный ответ Израбатываем себе неплохую репутацию И вновь пытаемся узнать насчет Хромова Священник вновь увиливает Но спустя время решается на небольшую авантюру О которой мы узнаем, скорее всего, лишь утром Интересуемся, откуда Богута берет себе идеи для проповеди Как оказалось, отче увлекся учениями некого магистра Яна Гуса Что рассказывает о греховном падении церкви Что якобы утонула она в прискорбной роскоши И всей священной рати неведома жалость Что во всем они ищут выгоду и не стыдятся этого Обирают бедных, а сами себе покупают прекрасных скукунов Играют в кости и одевают своих лярв в дорогие меха Ух, прям как в жизни В общем, порицает отче всех этих лжецерковных побирателей Что наживы ищут в людях А о своем истинном предназначении забыли В общем, этакий Навальный 15 века из Чехии Наговорившись вдоволь о проповедях Интересуемся у священника, чем он собирается заниматься далее На что Багута отвечает Конечно, бухать И приглашает нас составить ему компанию Ах, это звучит хорошо Аминь Субтитры создавал DimaTorz Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну как после таких душевных посиделок не помочь Патюшке? Даем люлей Рихтержу и продолжаем веселье дальше Субтитры создавал DimaTorzok 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 Или бомжом До скорых встреч Писюн до плеч Пока